Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина резко высказалась о тех, кто живет за третьим кольцом столицы. Слова депутата о том, что Москва заканчивается пределами третьего транспортного кольца, задели многих. Но олимпийская чемпионка не из тех, кто извиняется за свою позицию. «Извиняться не собираюсь». Эту фразу Ирина Роднина произнесла в 2022 году в адрес Камилы Валиевой, когда грянул допинг-скандал. «Если подтвердили применение допинга, то давайте уже не будем говорить о том, какая она спортсменка». В данной ситуации Валиева – нарушитель всех законов России, говорила депутат в то время. Потом многое в ситуации поменялось, но Роднина осталась непреклонна. Не извинялась она из околкости в адрес дочери Этери Тутберидзе, когда отметила, что «не считает Дэвис и Смолкина перспективными». И вот новая история, теперь вопросики к депутату Госдумы и трехкратной олимпийской чемпионке по фигурному катанию есть у всех, кто живет за пределами третьего транспортного кольца в Москве. «Я как коренная москвичка могу сказать, что для меня столица заканчивается третьим кольцом, а все, что дальше, не знаю, зачем ехать и жить где-то в Бирюлево. Только если тебя будет радовать московская прописка, а потом и московская пенсия», – сказала она. Это заявление обсуждают второй день, и страсти только накаляются. Логика, которой руководствовалась коренная москвичка, произнося эту фразу, мало кому понятно. Читательницы в сети не сдерживают своего возмущения. В ход идут факты от историков, ведь коренными считают те, у кого в той или иной местности похоронены родственники в третьем поколении, то есть прадедушки и прабабушки. В Москве каждый второй, во втором, третьем поколении орет, что он коренной москвич. А те, кто более десяти поколений живет, спокойно к этому относятся и не кичатся. Ирине Константиновне напоминают уроки истории. Многие делают это на примере своих дедушек и бабушек. «Ну какая же она коренная москвичка, если не знает, что в свое время настоящих коренных москвичей, которые жили в центре в бараках, расселяли в такие районы, как Бирюлёво и другие». Она, видимо, даже представить не может, что люди в центре жили в бараках. А в Бирюлёво им дали отдельные квартиры, и они были рады там жить. Поэтому дети и внуки настоящих коренных москвичей сейчас и живут в этом самом Бирюлёво. В интернете легко найти биографию Родниной, и когда грянул новый скандал, многие не поленились и уточнили, где родилась коренная москвичка. Мать из Украины, папа из Волгды, а она – коренная москвичка. Родня из деревни, а Гонору – как будто княгиня, пишут пользователи. Депутату напоминают, что неплохо было бы выбраться за пределы Третьего кольца и посмотреть Россию-матушку. Проехаться из центра не только по Бирюлёво, но по России, по деревням, по малым городам, посмотреть, как и на что люди живут, а потом задавать такие вопросы. Это оторванные от реальности люди, видящие Россию только из окна элитных машин и бизнес-джетов, пишут пользователи. В этом диалоге не могли не вспомнить, что сама Роднина когда-то жила в США. Там же живёт её младшая дочь. Сама одна из первых сбежала в Америку из любимой Москвы. Там не прижилась и вернулась побитой собакой. Ей повезло, что в депутаты засунули, отвечают пользователи в сети. Однако есть и те, кто встаёт на сторону чемпионки, пытаясь объяснить, что она имела в виду. У нас люди, как обычно, читать не умеют, а Роднина виновата. Она же явно это сказала в контексте «Зачем ехать в Москву из своего города, чтобы жить в Бирюлёво?» И я её полностью поддерживаю. Не понимаю и никогда не понимала тех, кто из своего города уезжает, чтобы жить в условной электростали и считать себя при этом москвичами. Если жить в Москве, то в центре и строить карьеру, а не на окраинах снимать комнаты за 25 тысяч, но надувать щёки и гнуть пальцы. Ради чего всё это? Такое мнение высказывается редко. Большинство все же тех, кто возмущён словами народной избранницы. Кто-то даже увидел схожесть Родниной с ещё одной известной женщиной в нашей стране, которая говорила про холопов, ставших рабами.